Добрый день всем! Сегодня с вами Катя Васильева, я Life Coach и тренер на канале «Изменим жизнь». Пожалуйста, навестите меня на сайте changelife.solutions, там же можно мне написать, там же можно узнать все мои программы. Сегодня тема видео «Что делать, когда начинаем скучать по-бывшему?» касается и мужчин, и женщин. Самый лучший способ, как избежать первой реакции. Позвонить, первая реакция, ну ладно, я позвоню, как будто ни в чем не бывало, или я позвоню, что выскажу, мне нужно высказаться, или я напишу сообщение, а потом скажу, что я не тебе посылала, извини. Любой контакт будет расценен как ресурс. Поэтому сегодня я вам скажу одна из таких интересных техник, что можно сделать, что я советую вам сделать, когда вам хочется позвонить бывшему. Оставайтесь со мной. Ну хорошо, сегодня не длинное видео, сегодня одна техника. Развелась она у меня в нашей группе «Любить не страшно», я посоветовала это сделать одной из своих подписчиков, которая писала, что все, приплыло, у меня откат, я должна ему сказать, я должна ему высказать, и как будто этим закончится вся история. Правда? Это называется в психологии незаконченный гештальт. Когда книга не закрыта, когда осталась какая-то там болтающаяся страница, и вот вы все-таки не чувствуете себя услышанной, понятой, и мы начинаем писать, и начинаем оправдываться, или начинаем наезжать, или что бы вы там не хотели ему сказать. Сделайте так. напишите сообщение. Все, что вы хотите сказать. Напишите, напечатайте это сообщение. Чем вы там пользуетесь? Ватсапом, вайбером, смс, чем угодно. Напишите, но не отправляйте. Даже факт того, что мы передали свои эмоции бумаге, или, да, ну, черному по белому написали, это все из нас достали, это все написали, вам уже станет лучшее. Но не нужно сделать такую ошибку и это сообщение отсылать. Написали, но не отослали. Переключили свое внимание, пошли, приняли ванну, пошли, сходили, погуляли с подружками, и помните такая мудрость народная? Утро вечера мудренее. Вот здесь оно реально будет мудренее. С утра проснете и прочитаете, что вы написали. 90 из 100 процентов вы сами себе скажете, что я молодец, что я это не послала. Практически стопроцентное попадание. Потом вы себя похвалите, потом ваш мозг привыкнет к тому, что, ой, я молодец, что это не послала, я не совершила ошибку вчера. Потом, я не совершила ошибку на прошлой неделе. Я не совершила пять ошибок в прошлом месяце, когда я хотела это сделать. Ваш мозг не получит реакции, то есть нарцисс не получил, и даже не нарцисс, вообще всех это касается. Человек не получил от вас информации, он не получил это СМС. Хотя вы думаете, там, в подсознании, что он получил. Ответа этот человек вам не даст, потому что этот человек не получил СМС. Это называется двойной блок. То есть мы это все сказали, бумаги отдали, но не послали. Вы не получили реакции, и вместо того, чтобы реально не получить реакции в действительности, и потом сидеть и думать, он меня игнорит, она меня игнорит, она, наверное, там, она, наверное, гуляет, она, наверное, не ответила, потому что с кем-то другим и так далее. У вас не будет такого отката, потому что человек реально не получил. Вы знаете, что вы это сообщение не отослали. То есть здесь у нас двойной бонус. Во-первых, мы все изложили в бумаге, что мы хотели сказать. В данном случае телефону. А во-вторых, мы не получаем реакции. Но поверьте мне, если этот человек хочет вами проманипулировать, он получит, если в данном случае это реальный нарцисс, он получит это сообщение, он знает, как вас зацепить, он вам не ответит. В 75% человек вам не ответит, и вам будет больно. В данном случае вы это сообщение написали, и вы ответа не ждете, потому что этого ответа не будет. Ни в первом случае, когда вы не послали, ни во втором, когда вы все-таки послали сообщение и получили наказание в виде манипуляции, в виде не ответа. Вот. Пожалуйста, попробуйте. Вы себе сами понравитесь, вы себя поблагодарите, вы себя похвалите за то, что я молодец, я это дело не послала, я не облажалась, я не показала, что мне больно, я не показала, что я психую, я не начала оправдываться, себя защищать, и я не высказала ему, какой он идиот. Я молодец. Все, пошла я сама себя баловать, потому что я молодец. И, пожалуйста, помните, вы все молодцы, и мужчины, и женщины. У меня есть видео, где я рассказываю про женщин, которые портят отношения, и даже не женщин, а наше воспитание. Нас не научили мамы, как нужно обращаться с мужчинами. И на прошлой неделе вышло видео для мужчин, чего мы, женщины, хотим, и как нас нужно любить. Пожалуйста, нажимайте здесь на вот эти линки, подписывайтесь к каналу, я вас очень люблю, целую. Всем огромное спасибо вам за ваше время и ваше внимание. Всего доброго. До свидания.